Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире телеканал ТДК-42, программ на частоту, которую сегодня проведу я, Роман Копняев. В нашей программе мы поднимаем те или иные проблемы, которые волнуют наше общество. Особенность передачи в том, что вы всегда можете присоединиться к нашей дискуссии, задав интересующий вас вопрос. Сегодня, анонсируя нашу программу, мы ее назвали «Автобусы и люди», потому что обсуждаться будет сфера общественного транспорта, то есть это микроавтобусы и автобусы, которые перевозят наших пассажиров. Сегодня у нас в гостях заведующий сектором пассажирского транспорта, отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Алмаз Ахошев. Здравствуйте! Добрый вечер! Как добрались все-таки? Выбирали общественный транспорт или на автомобиле? Ну, на своей личной автомобиле. Скажите, сфера пассажирского транспорта очень важна, потому что город растет. Сколько же обслуживает в данный момент единица транспорта наш город и сколько предприятий работают в этой сфере? Ну, в городе у нас шесть предприятий, шесть перевозчиков. Это Ахжол, Урал Техсервис, Урал Т-Транс, БАЦ Дилижанс и Западноказанский автобусный парк. И пассажирский автобусный транспорт предприятий номер один. Вот эти данные предприятия обслуживают наш город. Сколько единиц? Единственная техника выезжает на данное время 400-4010 автобусов на линии. Это большого класса, средний класс и 180 микроавтобусов, из них 50 газели. Знаете, когда у людей начинаешь спрашивать о проблемах, всегда говорят о том, что часто очень приходится уезжать поздно, но не могут дождаться своего автобуса. Вот скажите, дефицит каких пассажирских автобусов, по каким направлениям все-таки есть, присутствует и с этой проблемой пассажиры обращаются чаще всего в ваш отдел с жалобами? Ну, жалобы они были, есть, потому что в данное время у нас есть проблемы в общественном транспорте по поводу вечернего графика, утренний график. То есть сейчас пиковое время, когда люди не помещаются в автобусы, не могут уехать. В данное время вот жалобы у нас были по 10 маршруту, по 10 маршруту обслуживал до этого автобусный пассажирский транспортный предприятий номер один. Мы расторгали договор именно по этому маршруту и передали другому перевозчику. То есть вот эти жалобы повлияли на это решение? Да, да, конечно. И передали АКЖОЛАВТО. В данное время таких жалоб не было. Также и 13 маршруты. Ну, маршруты, если так перечислять, хватает. То есть мы сейчас работаем в данное время над этим, чтобы улучшить качество обслуживания маршрута этих общественного транспорта. Скажите, буквально чуть больше года назад начали пилотный проект все-таки внедрять электронную карту. Мы понимаем, что за цифровизацией будущее это не только контроль, но еще, наверное, поступление средств в бюджет. Когда мы знаем, сколько было людьми оплачено, то, наверное, уже можно и контролировать эти деньги. Но получилось так, как получилось, что не пошла эта система. Что же повлияло и заработает ли она вновь? Ну, как вы знаете, что 13 августа 2016 года было внедрено электронобилитирование компании КАСТРАНСЕРВИС. КАСТРАНСЕРВИС, да. Было внедрено 4 маршрута у нас. Это пятерка, семерка, двадцатый, тридцать девятый. Было реализовано уже более 10 тысяч карт. Транзакции были, там, 100 тысяч транзакций было проведены. Ну, с течением обстоятельств, что с неисполнением данной компании, которая предоставляет услуги перевозчикам, они договорные обязательства, то есть были неисполнение договорных обязательств, условий. В связи с этим перевозчики решили расстроенный договор с данной компанией. Скажите, вот сами перевозчики, с вами в приватных беседах, я знаю, что они тоже понимают необходимость этого действия, но, наверное, не все положительно отзывались о данной системе. Все-таки водители идут активно против. Ну, как, мы над этими и работали. То есть они отключали, валидаторы бывали, мы выезжали, остановили на автобусе, снимали с линии, чтобы они не отключали, проверяли. Каждый день проверка выходила, шла эта. То есть люди жаловали, звонили к нам, потому что не принимают, то есть отключают, как будто она не работает. А на самом деле они просто отключили и все. Или как, или были кондукторы, которые проводили по несколько раз эти карты, пробивали. То есть не 80 тенге, а 160 тенге. Мы эти программы проверяли и звонили перевозчику, то есть возвращали эти деньги. Хорошо, я напомню, что программа идет в прямом эфире. Вы всегда можете присоединиться к нашей дискуссии, задав интересующий вас вопрос. Телефон в студии прямой 26 91 11, если вы в Уральске. Если вы звоните из другого города, Казахстан, то можно набрать добавочный код 8 71 12. Или также вы можете обратиться в студию посредством мессенджера WhatsApp. Телефон 8 701 212 4242. У нас есть первый телефон, первое обращение, которое поступило по мессенджеру WhatsApp. Скажите, пожалуйста, когда решится вопрос, по маршруту номер 3 очень плохо ходят. Вечером после 19 часов домой вообще не уехать. Приходится ездить с пересадками на двух автобусах. Хотелось бы сказать, мы в этом году проводили комплексную проверку каждого маршрута, всех перевозчиков. 28 маршрута проверяли. В том же случае и третий маршрут. Да, там проблема. Проблема в том, что автобус, интервал большой, низкая регулярность маршрута, интервал там приличный. Потом мы как бы в связи с этим нарушением мы написали предписание руководителя данного парка об устранении. Теперь там сроки дали им в течение месяца устранить данное нарушение. То есть вы предупреждаете, даете предписание. Но как исключительная мера можете предприятию решить маршрут. Расторгнуть договор, да. Передать другому перевозчику. Поэтому мы предлагаем нашим телезрителям, если у них есть обоснованные жалобы, то оформляйте их в письменном виде. Пожалуйста, направляйте в отдел. И у них уже будут официальные документы, которые можно расторгнуть договор. Так, у нас есть еще один телефонный, еще одно сообщение на мессенджер WhatsApp. Здравствуйте. По поводу седьмого маршрута. В Зачиганске по улице Монкеулы нельзя ли добавить маршрут номер 5 по улице именно Монкеулы? По улице Монкеулы номер 5 маршрут. Видите, если добавлять туда, то не только пятый маршрут. Видите, проезжают, они выходят от сета с Монкеулы, выходят на Шангерхана, то есть на Схи. Выходят с ноги. Там же садятся и на двойку, и на 22 маршрут. И не только пятерка. Видите, мы видим, как активно Зачиганск разрастается, и уже людям не хватает. Ну, я понял, да. Если то, запускать надо, это три маршрута. Ну, три маршрута, как бы, остается тогда вот эта метка, остается Схи, остается молодежная остановка, а там же тоже люди садятся с другой стороны мессенджера. Ну, мы рассмотрим этот вопрос. Хорошо, давайте продолжим. Вопрос субсидий. В общественном транспорте начал подниматься буквально 2-3 года назад. До этого никаких субсидий не существовало, предприятия выкручивались, перевозчики как могли. И вот впервые, когда же выделялись субсидии, сколько на этот год получили предприятия-перевозчики, что на будущий год предстоит? Ну, по поводу субсидий, я хотел сказать, в 2016-м, 2015-м субсидий не было, не выдавались. Значит, в 2017-м году. То есть три года уже? Да, три года. То есть субсидии уже увеличатся. В 2017-м году было 34 миллиона, в 2018-м году 170 миллионов, в этом году 227 миллион. То есть, соответственно, увеличилось. Но выдавая субсидии, я знаю, исполнительные органы ставят прям конкретные задачи перед предприятиями. Да, это обновление автобусного парка. Но по разговорам перевозчиков, как бы, это субсидий мало. То есть то, что мы выделяем. Хотя в данных других городах, например, тоже Актюбинск, тоже Актау, Семей, там, Ускамен, у них не выделяются некие субсидии. То есть нет у них субсидий для перевозчиков. Хорошо, давайте о субсидиях продолжим чуть позже. Примем телефонный звонок от наших телезрителей. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Вы в программе «Частоту» в прямом фере. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот по третьему маршруту тоже присоединяюсь, плохо ходит. Еще вот 30-й Д, хотелось бы сказать. 30-й Д. Тоже такая же ситуация. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот по безналичному расчету с этими карточками. Вот недавно вот вопросы когда были. Удобно. Там и смело очень не надо путаться там и так далее. Вот этот вопрос когда будет пришел. Так, спасибо за свой вопрос по 30-д. Да, это обслуживает Уралтехсервис. Данный маршрут по договору положено 5 автобусов среднего класса. В данное время состояние данных автобусов удовлетворительное. Также мы проверяли полностью эти автобусы, состояние автобусов, техническое состояние, санитарное состояние автобусов. Также направили предписание, обустранение. Бывают нюансы, да, потому что выход особый по договору 5 автобусов. Иногда бывает они 6 автобусов выпускают. 6, 5, 4. Мы это все смотрим через инфобасы, проверяем. То есть у нас и программа своя есть, бас-репорт. При неисполнении мы направляем письмо. В инспекцию транспортного контроля для принятия соответствующих мер. Работаем над этим. И давайте все-таки о субсидиях. Какие компании, в каких размерах получают эти субсидии? Все ли из тех 6 компаний, которые существовали, были в этом году обеспечены дополнительными средствами? За данное время сейчас конкретно не могу. Я вам просто данные не брал, чтобы я укажу, сколько получил. Все перевозчики получили субсидии. Были выделены всем перевозчикам. Хорошо, у нас есть еще телефонный звонок. Задавайте свой вопрос, вы программируете. Да, здравствуйте. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да, да. Мы говорим. Говорите, мы вас слушаем. Смотрите, я по полу, как вы машите. Если вы мешаете по стороне ски, то вернусь, по стороне конечного. Вот, если ехать по Джангирхану, он может повернуть на Джангирхану. После этого он 50-й школа поворачивает по Мунки-УВ. И не приезжая в 47-й школу, он как семерка проезжает опять на молодежный. И дальше последует по своим маршрутам. И обратно, если он по молодежке, поворачивает 47-й школу, потом по Мунки-УВ. И опять на Джангирхану. И выходит на Джангирхану. Вот этот маршрут возможно же, потому что семерка очень полная постоянность. С утра. То есть вы задаете не вопрос, а даете предложение, какой график вам удобнее. Да невозможно уехать, особенно с детьми. Очень тяжело. Все, спасибо. Это предложение. Я предложил, пожалуйста, вопрос по поводу пятерки. Все, спасибо, я понял. Хорошо, мы рассмотрим этот вариант. И дополнительно будет сообщено. А скажите, много ли таких обращений? Вот человек живет в одном населенном пункте, а ему надо добраться до другого. И невозможно это сделать одним маршрутом. И он предлагает. И все-таки, быть может, даже находится пути решения, чтобы не пересаживаться с пересадками. Были ли такие случаи? Роман, я вот хотел сказать по поводу этого, как бы задали вопрос, да. У нас, как в Уральске, то есть в других городах маршруты короткие, то есть 30 километров, там 20 километров. В других городах? Да, Кругорейс. 20 километров, 30 километров. У нас, то есть сел с Плодовочного и поехал в Меловые горки. Это 67 километров. Это вы представляете, 67 километров. Семерка, у него круг 78 километров. То есть, как бы, да, конечно, для перевозчика, для пассажирования это удобно, но пока он доедет, для водителя тоже тяжело. То есть, такой круг ехать, там, выходит одну сторону, полтора часа ехать. Я считаю. Сейчас рассматриваются варианты. Есть ли люди, которые сели на одной конечной, выходят на другой и буквально... Ну, как бы, такого нет, чтобы он там именно сел с Плодовочного и поехал в Меловые горки. Может быть, один-два человека, и то под вопросом это. Ну, знаете, сегодня, когда мы даже уже готовились к этой передаче, вопросы будут однотипные. Я опять задаю свой вопрос, который поступил на мессенджер в WhatsApp. Маршрут 45. Утром за Чиганско не уедешь, не останавливается, потому что в автобусы полные. А вечером рано останавливаться, после работы не успеваем. То есть, жалобы поступляют на каждый маршрут. Это ежедневные такие жалобы постоянно. Потому что 45 уже примерно знаешь, какие это. Ну, по 45 маршрут, что я хочу сказать. 45 маршрут, такой маршрут, что в пиковое время он забирает, а в непиковое время он как бы человек 6-7 возит. То есть, там такого нету сильного там наплыва. Наплыв идет в основном человек в пиковое время. Да, мы рассматриваем варианты разные. То есть, может, разделение или там изменение схемы. Потому что жалуются Саратал. Саратал садятся, жалуются, что не мог сесть в пиковое время. А он едет в Южный, улица Южная есть. Жалуются, что почему, говорит, вы Саратал едете, продлили. И говорит, давайте сократите где-нибудь там на Пятимарской, на Южный, потому что мы могли сесть на этот автобус. Но хотя не думаю о других людях, которые живут Саратал. Дайте вопрос пока из другой области. Хотя мне на WhatsApp поступают тоже жалобы по маршрутам. Автобусные остановочные павильоны. Насколько нуждается наш город в дополнительных павильонах? Сколько в этом году их было установлено? Ну, в этом году. В этом году сейчас данные вещи ставят, устанавливают. То есть уже и 10 установили новых. Вы, как видно, найти и установили. Да, на остановочные павильоны устанавливают ЖКХ отдел. Да, они выделяются, они ставят. Мы как бы, наш отдел, мы как бы сопоказуем место, где установить. То есть установили нас в данный год. Недавно установили в этом Войтиево, Казыту, новые остановки поставили уже. В нескольких местах уже прилично. На Петровск. На Петровск, да, на Петровск поставили. Видели, на Петровск уже разворот. А карман сделали там. Ну, и всего удобства для пассажиров. Хорошо, у нас есть телефонный звонок в студию. Давайте послушаем наших телезрителей, что их волнует. Хорошо, у нас есть телефонный звонок в студию. Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Я по поводу 14 маршрута. Сбавьте звук своего телевизора и задавайте свой вопрос. Мы вас прекрасно слышим. Работай. Алло. Да, вы по поводу 14 маршрута. Это мы услышали. Задавайте свой вопрос. Да, по 14 вопросу. Почему они летят до 8 часов? Это во-первых. А во-вторых, можно ли, чтобы перерыв был не по 40 минут, как они мы стоим, ждем на остановке? Интервал. Не то. Интервал, да. Хотя бы 20 минут. 15-20 минут. Почему так не сделать? Если ждешь по 40, по часу, то автобус полный, и они на каждой остановке не останавливаются, мимо приезжают. И приходится еще ждать 30-40 минут. И это очень часто происходит. Вот этот вопрос можно решить? И чтобы до 8 часов ездить, а не так, как до 6. А вот что это за время 8 часов? По моему все-таки мнению, автобусы должны не до 8. Какой график у вас? У всех разные графики. У кого-то до 9, у кого-то до 10, конкретно не могу с конкретной графикой сказать, у кого какой график. Но нет, наверное, до 8. До 8 нет этого, конечно, нет до 8. У кого-то до 9, у кого-то до 10, у кого-то до 11 есть. То есть в любом случае, если автобус после 8 не приходит, то есть нарушения? Конечно, нарушения тоже. Мы на это занимаемся, и также какие-то нарушения есть, мы уже выявляем и направляем успех транспортного контроля для предоставочных мер. Знаете, я вот впервые столкнулся с такой проблемой, о ней заговорили буквально год назад, как оказалось, что у нас дефицит водителей создался, работа трудная, зарабатывает водитель не так уж много, как мы привыкли. Когда появились первые автобусы, это была очень престижная профессия, люди получали живые деньги, но сейчас, оказывается, есть нефтегазовые компании, где предлагают очень хорошие оклады, а работая водителем на автобусе, рискуешь нарваться на нарушения или вообще лишиться прав, потому что было много даже ДТП с участием водителей. Да, со смертельным исходом были ДТП, да. И как же? В настоящее время низкая регулярность маршрута, из-за чего? В основном связано с нехваткой водителей. Видите, сейчас и так дефицит водительское право еще ощущается в связи с изменением у нас требования законности публики Казахстана о дорожном движении, то что уже в части ограничения разрешающих, разрешающих категории, то есть категория сейчас делится, как вы знаете, D1, D, D1 – это уже у нас идет автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров, имеющий более восьми, более восьми, но не больше 16 сидящих мест. То есть это микроавтобусы, автобусы среднего класса, то есть даже не автобусы среднего класса, а микроавтобусы. Хотя требуется нам водить сейчас и на автобусы среднего класса, а на автобусы большого класса. И вот перевозчикам уральских было предложено, то есть направленной ассоциацией у других, другого астане там перевозчикам, по поводу изменений законодательства. Из-за этого нехватка сейчас у нас водителей. И водители сами когда... И вы получаете, что некому приехать 8 часов и забрать людей, которые замерзают на остановке? Ну, знаете, вот нехватка, она никак, потому что и работа у них, не скажем, что легкая, то есть с утра 5 часов сел и целый день до 10, до 11 часов домой поздно приходит, и каждый не выходить на линию, это тоже как бы их понимаешь, что же нужно. И в связи с этим многие не выдерживают такой нагрузки, как бы лучше им устройство на работу где-нибудь на вахту, где они будут получать те же там 150-200 тысяч, но они 15 с ней отработали, 15 с ней дома. У нас есть телефонный звонок? Да, у нас есть, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Да-да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос касательно безопасных дорог более будет. В старом аэропорту по улице Самал конечная есть маршрута номер 1. Они конечную сделали именно на улице. Эта улица узкая дорога. Недавно эту дорогу продолжили, старом аэропорту, новый, там дорогу построили. И это скопление микроавтов создает угрозу безопасности жизни людей, школьников и людей в целом, автомобилей. Они не могут проехать, и все встают, чтобы пропускать эти маршруты. Там они сейчас, скопление возле. Еще там есть 37-я школа, и рядом с этим, с конечной основкой строится еще одна школа, которая уже в следующем году будет уже видана в строй. И там микрорайон, там будет поток очень большой скоро, поэтому я хочу обратить на это внимание руководителям. Спасибо. Спасибо. Спасибо, вы слышали. Мы по поводу этого знаем. Сейчас в данное время там дорогу строили, новый микроавтовый дом, вы видели, наверное. Но дорога новая, асфальтированная. Планируем в декабре продлить этот микроавтрон. Вроде бы частный сектор, дороги узкие, но рядом построена школа, и вот возле этой школы наблюдается очень большой поток людей. Скопление людей уходит. И вот эта узкая дорога просто не выдерживает. Скопление людей, и знаете, что проблема там, то, что детские сады, там два детских сада, школа, подъезжают родителей своих. Также и просьба родителям, которые там же, и дети учатся их, не оставляйте, где попало, а в машины, и как бы они оставляют машину и уходят с ребенком, чтобы отвезти в школу. То есть здесь наши водители не могут проехать, тот же микроавтон первый, не могут проехать там, потому что все забиты, все машины забиты. Мы сейчас планируем продлить этот маршрут в сторону дальше, то есть где основную дорогу сделали. Знаете, вот сегодняшняя наша программа, вы, наверное, с собой заберете целый ворох предложений. Вот еще одно предложение. Добрый вечер. Пустите дополнительный маршрут в сторону городского парка культуры и отдыха. Невозможно в жару и мороз идти пешком от остановки Ахмедьяра Хусаинова. Тяжело, особенно людям пожилого возраста и беременным женщинам. Я знаю, что эта проблема уже тоже поднимается не первый раз. Там идти, наверное, около километра, и вот этот километр для некоторых людей оказывается непреодолимым. Это иметь в виду парк Атаян? Да, стадион имени Атаян, городской парк культуры и те от проспекта Назарбаев. В данное время на этом по маршрут ходит шестой маршрут, микроавтобус. Но данное это рассмотрим? Почему нет? Хорошо. Мне напоминают режиссеры, что сегодня большой наплыв телезрителей, которые хотят именно обратиться напрямую. Телефонный звонок в студию. Вы в программе «Частос» задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Алло. Да, да. Здравствуйте. Вот у нас по Джамбуле делали эту дорогу. Остановку убрали. Почему не ставится? Где именно? По улице Джамбула происходил капитальный ремонт автодороги и остановки после капитального ремонта не вернули на место. Она на линии, да? На Джамбуле. Она на линии. Женщина на линии. Имеется в виду, что может иметь в виду остановка Агроремаш, где данная эта остановка, это относится к самому Агроремаш, они убрали. Это, то есть, в городе не относилось это остановочное павильон. Мы проработаем вопросы, будем устанавливать. Все, смотрите. Хорошо. 16 маршрут. Нельзя ли сделать интервал 30 минут? Мы на работу не успеваем. По договору 16 маршрут обслуживает у нас Агжолавто. Там два автобуса. Один большой, два среднего класса автобуса. Мы можем рассмотреть, но до этого тоже ожаловались нам по полу 16 маршрута, то, что добавят еще один автобус. Мы как-то до этого добавляли 53 маршрут, ходят туда. Как бы он и венчок сидел, и каждый определенный у них интервал есть свой. В свободное время 53 маршрут ходил на этот самый узкий наул и в сторону Невы. Но жители как бы не пользуются этим, потому что мы проинформировали всех людей, жители и в интернет, в инстаграм писали. И в самом микроавтобусе, и в автобусах писали. И после этого убрали. Скажите, когда по основным маршрутам будут разыгрываться конкурсы? Когда будут сказываться те предложения, которые можно будет изменить маршруты, удлинить, оптимизировать? Когда будет тот час Х? По договору 2023 год. 2023 год, да. То есть пока частично вы меняете? Да, частично меняем, если расторгаем договор. То есть если и нарушения какие-то у них с их стороны, мы же торгаем договоры и меняем перевозчиков. Хорошо, у нас есть еще один телефонный звонок. Задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Хотел бы задать вопрос. А вот 41 маршрут убрали. Когда его портал? И второй, 37 маршрут, он один ездит. А у других будет ли у нас автобус? Какой один ездит? Второй вопрос ваш. Какой именно маршрут? Нет, 41 я понял. 41? А второй? 37. А, 37. По 41 маршруту мы до этого оптимизацию делали. Проводили пассажирный поток. Пассажиров мало было. В связи с этим мы ликвидировали данный маршрут. Не только 41, да это и другие маршруты были. 41, там еще другие, 4 маршрута. В общем, 4 маршрута. По поводу возвращения я ничего не могу сказать. По поводу возвращения 41 маршрута. А по 37 маршруту, да. После закрытия... А, то есть 41 закрыли и... Да, 37 маршрут сейчас ходит один. То есть в связи с тем, что после закрытия, после реконструкции, в связи с реконструкцией данного моста, уменьшилось количество микроавтобусов там, то есть до одного. После открытия моста мы возобновим этот маршрут. Хорошо. Есть еще один вопрос на мессенджер WhatsApp по телефону 8701-212-4242. Почему автобусы не заезжают в карман на остановку и встают в два ряда? И как раз есть ли за это какая-нибудь предусмотрена ли ответственность? Да, конечно. Конечно, здесь, знаете, большая просьба. Можете, кто это все это видит, может зафиксировать. То есть фото, видео и направить нам директ в Инстаграм на УРАЗ-дороги. Мы будем принимать меры с этим. То есть и направлять будем дорожную полицию, управление полицией. Как вообще прошел этот год, он уже подходит к концу, по наказаниям и руководителей автотранспортных предприятий, и самих водителей? Насколько привлекали их к ответственности за какие нарушения? Ну, как знаете, вот у нас проходил ОПМ автобусы, это республиканское занятие ОПМ по Западной Казахстанской области. Были много выявлено нарушений. То есть тоже разговор по телефону, тоже маневрированный. То есть и выезд на встречную полосу. Также у нас еще был скоростной режим. То есть и штраф, там данные конкретные снимуты, сколько там. Ну, наверное, были случаи, когда лишали водительских прав? Да, да, лишали, были случаи лишали. И выписывали штраф именно и механикам, которые выпускали на линию данные автобусы, по технической состоянию. Также мы проводились совместно с инспекторами данной полидорожной полиции. Выезжали, проверяли санитарное состояние, транспортное состояние, автобусы. Скажите, сегодня мы много говорили со стороны пассажиров. Давайте все-таки встанем на сторону водителей и предприятий. Что их не устраивает? Как ведут себя пассажиры? Не портят ли они транспорт? Какие замечания есть у обратной стороны, как говорится, к нашим пассажирам? Тоже хватает замечаний, как бы не только от пассажира, а от водителей тоже. И у них, когда это я говорил, водители работы тяжелые. То есть каждый подходит, там, то на фото, то на видео снимают, психологически давят. Да, да. То есть какая-то машина подъехала, подрезала его. То есть при остановке торможения люди не понимают, то есть если падают, они там не держатся или как за поручни. И начинают на водителя кричать. То есть надо быть взаимовежливым. Да, вот именно взаимовежливым должно быть. Понимать человека, потому что это его труд, его работа. Он такой же человек, как и все. Хорошо, мы не сможем за время нашей передачи ответить на все наши вопросы. Но мы обязательно обещаем вам встретиться вновь уже, конечно, в следующем году. Я благодарю заведующего сектора отдела пассажирского транспорта и автодорога Алмаза Ахошева за то, что он пришел в программную частоту и на частоту ответил на все наши вопросы. С вами мы встретимся на следующей неделе в это же самое время. Берегите себя и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok